Трагедия в Керчи, как повод для хайпа и фейков, уже проходили с пожаром в Кемерове, и вот история повторяется. Ну, например, один из вбросов, дескать, родители убийцы Владислава Рослякова граждане Украины, и чуть ли не специально готовили сына к атаке на так называемых оккупантов. Абсолютный бред, как и то, что Росляков якобы действовал не в одиночку, и опять же якобы был застрелен некими спецназовцами для сокрытия некой страшной правды. Казалось бы, официальные данные озвучены, однако версия от реакции и нападения какой-то зловещей группировки с автоматами до сих пор ходит по соцсетям. И подобного в интернете предостаточно, вплоть до того, что в Крыму действует секта, мол, дали клятву расстрелять учащихся и преподавателей 13 школ и колледжей. Редкостная чушь, но и в такое, оказывается, кто-то готов поверить. Забомбила в первую очередь у местных СМИ. Какая верификация данных, если можно взять первое попавшееся фото в соцсетях и выдать его за истинного преступника, опередив своих коллег? Под раздачу попал кирчанин Владислав Девиза, он же Владислав Рейх. Это псевдоним ВКонтакте. Произошел теракт, и кто-то подшутил над моим ребенком. Скинул его фотографии с ВКонтакта, то есть с его страницы, его страницу во все группы. И объявили, что он террорист. Публикацию предсказуемо подхватили. Вот уже селфи Влада Девиза чередуется со снимком настоящего убийцы. Некоторые журналисты изучили страницу Влада. У него всего два друга, это девушка и мама. И сопоставили массовое убийство с причиной якобы несчастной любви. Мне начали написывать, угрожать и так далее. Матери мои писали с угрозами, девушки мои писали с угрозами. И после этого все в итоге я свои фотографии видел по телевизору. То, что я террорист. А ведь Влад Девиза даже в политехническом колледже Керчи не учится. Но журналисты все-таки увидели сходство с Владом Росляковым, стрелком. Псевдоним на букву «Р» да и возраст вроде как тот же. Фактов, видимо, вполне хватает для массовой дезинформации. А подросток сейчас просто боится выходить на улицу. Семья написала заявление в полицию. Девушка-убийца. Так пишут до сих пор девушки Влада Девизы. Травля идет во всех соцсетях. К ней в день трагедии приехали полицейские. Мы пытались объяснить. Милиция как бы не очень хорошо работала. То есть девочка тоже в шоке. Да. А нам тоже как бы в школу. Нам звонили все. И учительница звонила, репетиторы нам все звонили. Нам многие, кто звонил, спрашивали за Влада, потому что они знают, что встречаются. Спекуляции на трагедии только растут. Пользователи вбрасывают ложную информацию про количество жертв в политехническом колледже. У меня брат в этом политехе учился. Он был в третьем корпусе, когда произошел взрыв. Помог вытаскивать раненых. Кстати, убитых больше 90. И сейчас там заложники, все учителя. Учителя физики уже убили, а также убили завуча. Фейкометы просто наплевали на чувство тех, кто остался без родных. Один из телеграм-каналов устроил опрос. Предлагают проголосовать, кто же все-таки виноват в трагедии. Варианты ответов говорят сами за себя. Никакой достоверной информации, комментариев следователей при этом нет. Восставший из мертвых Бабченко в привычной ему манере цинично написал про трагедию. Никакого сочувствия. О том, что там обязательно, обязательно начнутся теракты, было понятно любому знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. 25 лет вы и слов-то таких не слышали. Теракт, подрыв, захват. А теперь это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам. Несмотря на хейтеров, неравнодушных людей в любом случае больше. Больше тех, кто безвозмездно хочет помочь. Но и тут мошенники сыграли на чувствах людей. Самые «инициативные» начали собирать деньги, якобы на лечение раненых. И еще о фальшивках. Вот, скажем, растиражированный скриншот. Вроде бы из чьей-то переписки старательно нагнетают панику. Мол, в Москве, заметьте, даже не в Крыму, а именно в Москве. У станции метро орудует банда убийц. А власть замалчивает. Жуть, конечно. Но где имя или хотя бы никнейм отправителя? Традиционно для таких случаев скрыты. Плюс пошли слухи о расстреле Росляковым десятков, а то и ста человек. Еще по дороге к колледжу. Ну да, а очевидцев, чтобы молчали, наверное, держат в заложниках несуществующие ГРУ. Еще раз, для непонятливых. Есть официальные данные. Работают следователи. Все обновления озвучивают сразу же. Так зачем разводить дешевую конспирологию? Хотя, в принципе, понятно, зачем. Пиар, в том числе в исполнении профессиональных пропагандистов. Предсказуемо отметилась, например, Радио Свобода. Статья с вопросительным заголовком. Опять обвинят Киев? Успокойтесь. Никто ваш любимый Киев обвинять не собирается. Беда российская. И Россия ее преодолеет. Держа друг друга за руки, они пытаются спасти и студенты, и преподаватели бегут по лестнице, вокруг оглушающие звуки выстрелов. Тогда еще никто не понимал, что происходит, но ясно было одно. Случилось что-то страшное. Туда, туда. Там закрыто, дверь закрыта. Жуля. Жуля. Тела расстрелянных студентов на лестнице. Начинается паника. И мысли об одном – остаться в живых. Там можно через окно побежать. Там можно через окно. Нет. Давайте через окно. Жуля, пошли через первый этаж, через окно. Тихо, тихо. 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 Влад Росляков проник в колледж в разгар занятий. Перелез через забор, в здание попал через запасную дверь. В коридорах почти никого не было. Он был с рюкзаком. Именно в нем, как окажется, была взрывчатка. В неработающем туалете переоделся в футболку с надписью «Ненависть», взял ружье и пошел по классам. Говорил, было бы неплохо всех перестрелять и самому выпилиться. Может, я думал, у него это какое-то выражение в каких-то эмоциях. Без этого самого. И ничего не придало этому значения особого. Кстати, он мне рассказывал, типа, вот, знаешь, этих, как их, маньяков, типа, все они, их всех, типа, называют психами, но они на самом деле, типа, умные. Начинаю выбегать, люди там лежат, вообще, некоторые через людей, вот это, идешь к выходу, через стекла, там, прыгаешь. Вообще, выбираться было очень страшно. Я выбралась тут, и потом вижу вообще люди лежат, у девочки кость торчит из ноги. Как она выбиралась вообще, я не понимаю. Вообще, страшное зрелище очень. Несколько десятков разбитых семей. Преподаватели, студенты. 17 октября оборвались жизни невинных людей. По ним скорбит вся Керчь, соболезнуют родным и близким вся Россия. В Керче стихийные мемориалы. Ночью и днем к ним несут игрушки и цветы. Мы сами учились здесь, в этом техникуме. Восемь, мы вот закончили. Жестоко. Ладно, взрослые, но дети. И наши дети ходили в этот техникум. Вот, и поэтому, ой, коснулось всех, всех. В Москве солидарно зажигают свечи в память о погибших. Гаснут огни на Останкинской башне. В Александровском саду звезда города-герой Керчь покрыта цветами. Керчь – это один из любимых моих городов. Мы были там буквально месяц назад, вернулись оттуда. Ну, бываем там часто. Крым очень любим. И это тоже одна из причин, почему эту трагедию я приняла очень близко. Пострадавших решено перевезти и в другие города. Москва, Краснодар. В Симферополе находятся семь раненых. Некоторые до сих пор в критическом состоянии. Самая, конечно, тяжелая – это девочка с сочетанной травмой, там, например, перелом гадра и проникающие ранения органов малого таза. Вторая девочка тоже достаточно тяжелая. У нее повреждения диафрагмы, повреждения почки, множественные осколочные ранения, тяжелые открытые переломы в области коленного сустава. Так выглядят столовые колледжи сейчас. От нее почти ничего не осталось. Именно там сработала бомба. Этого студента отбросило ударной волной из здания, получил контузию, но главное – выжил. Все начали лежать в внутренний двор, потому что внутри здания были выстрелы с второго этажа. По внутреннему двору по всем студентам открыли огонь. Один открывал огонь по студентам, а второй был слышен, что заходило в все кабинеты, где были замдиректора и все остальные. И открывал уже тоже беспорядочную стриму по ним. Погибшим семьям обещали выплаты по миллиону рублей, но вряд ли деньги заменят близкого человека. Очередная трагедия объединила города и даже страны на зло всем тем, кто пытается сыграть свою пользу на чужом горе. Что до причины керченского кошмара, ее вполне конкретно обозначил президент. Результат глобализации, а еще суррогат героизма вместо нужного, полезного и интересного контента в интернете. И действительно, группы и паблики с тысячами подписчиков. Все не забанишь, появляются новые. Ну и многочисленные фейки, очевидно, в эту же копилку. Бесконтрольно распространяются по онлайн-пространству, скажем, по имиджбордам, где нет модерации и ничего не стоит сочинить что-нибудь про желание Владислава Рослякова прославиться за счет массового убийства. Отдельный разговор, реакция на Украине. От явного злорадства до обвинений в показательной скорби. Но трогать это лишний раз не хочется. Лучше повторить важное и действительно актуальное. Керчь, мы с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова